Боевики радикального движения «Талибан» приближаются к Кабулу. В 50 километрах от столицы они установили контроль над городом Пулиалам – административным центром провинции Лагар. Жители Кабула опасаются эскалации насилия. «Талибы правились здесь раньше, и они не заботились об интересах людей. Теперь люди думают, что и сейчас они будут вести себя так же. Мы переживаем. Повсюду в Афганистане идут бои. Провинции одна за другой переходят под контроль талибов. Правительство должно что-то сделать. У людей очень много проблем». Накануне талибы захватили второй по величине афганский город Кандагар на западе и третий город страны Герат на юге, а также Лашкаргах – столицу южной провинции Гельмент. В Пентагоне заявляют, что Кабулу сейчас не грозит захват талибами. «Кабул не находится в условиях непосредственной угрозы. Если вы просто посмотрите на то, что сейчас делает талибан, то увидите, что они пытаются изолировать Кабул», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Между тем, многие населенные пункты переходят под контроль талибов без сопротивления. Сотни афганских военных сдались боевикам. Экстремисты утверждают, что смогли захватить вертолеты армии Афганистана на авиабазе Шинданд в провинции Герат. «Американское оборудование может попасть в руки врагов. Это вызывает обеспокоенность, и мы никогда об этом не забываем». Участники переговоров в ДОХе заявляют, что не признают правительство, навязанное посредством военной силы. Генсек ООН призвал талибов немедленно прекратить наступление. Антонио Гутерриш, в частности, заявил, «Захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана. Только достигнутые самими афганцами договоренности приведут к устойчивому миру в стране». По данным ООН, с начала мая 250 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома. 80% из них – это женщины и дети. Половина малышей в возрасте до пяти лет страдает от недостаточности питания. Тем временем США и другие западные страны эвакуируют свой диперсонал из страны.